Ну что ж, доброе утро всем тем, кто проснулся, кто к нам присоединился. Мы напоминаем о том, что сегодняшняя тема эфира звучит как приятный сюрприз. Какие сюрпризы любите вы делать, дарить, а какие любите получает. Ну и, конечно же, было бы уместным пригласить человека, который занимается цветами. Ведь первое, что приходит в голову, это подарить букет цветов. Потому что букет цветов, мне кажется, всегда уместный на любом празднике. У нас в гостях Анастасия Никулина, флорист. Доброе утро, Анастасия. Спасибо, что вы сегодня с нами. Доброго утра. Мы ожидали вас с цветами, с букетами, я не знаю, может быть, в волосах где-нибудь. Я сегодня без цветов, но с очень интересной информацией о них. Именно поэтому мы начинаем сегодня вот с такого вопроса. Старый добрый букет цветов по-прежнему актуальный сюрприз? Или сейчас он вытесняется более современными подарками? Я думаю, что красиво собранная цветочная композиция или букет со вкусом никого не оставит равнодушным. Его приятно как дарить, так и получать. Ну а все-таки, как модернизируются современные букеты? Что сегодня актуально, что сегодня интересного и необычного можно сделать? Какого бы тебе привести? Вы знаете, флористика как мода. Она постоянно растет, развивается и меняется. Например, в этом сезоне был очень актуальный стиль боха. Он сочетает в себя обычные цветы с полевыми цветами вместе. Такие букеты получаются очень необычной формы, всегда выглядят свежо и очень стильно. Также не оставляют нас уже как бы не первый год, это шляпные коробки. В них композиции тоже выглядят очень достойно и презентабельно. Боха это вот такое разноцветное, да, мне кажется, где всего многое, оно жаркое. Знаете, такие букеты выглядят как букеты растрепыши. Но в то же время эти букеты всегда смотрятся свежо и стильно. Слушайте, мне кажется, этот стиль, он и актуален и в одежде, да, и во многих других направлениях. И вот как мы поняли, что не прошел и мимо и цветов. Да, но хочется также узнать, а женщины заказывают все-таки букеты для своих мужчин? Или это прерогатива все-таки сильная полка достанная? Да, конечно, заказывают. Вообще мужчинам можно и нужно дарить цветы, так как цветы являются одним из таких выражений своих чувств. Мужской букет, конечно, должен выглядеть иначе, чем женский. Он должен быть более скромным, более презентабельным, сочетать в себе цветы одного стиля, то есть одной цветовой гаммы. И, конечно же, использовать материал для упаковки, что-то натуральное. Это может быть крафт, сизель. То есть лишних излишеств для мужского букета не нужно. Это все-таки мужской букет, он должен выглядеть более строго. Я представила нашу ромашку с бутылкой. Мурашка такая. И мне ромашечка, по-моему, очень брутальный, вполне себе букетик. Я думаю, что для любимого мужчины можно и такой букет подарить, он будет рад. Вот к тому, вообще, мне кажется, не нужно бояться и стесняться дарить цветы мужчинам. Потому что это тоже актуально, это тоже всегда интересно. Просто некоторые зачастую думают, что цветы это только для женщин, исключительно, и никак по-другому. На самом деле не так. Вот именно это будет сюрпризом, который удивит и порадует. Мы будем с этим бороться, да? Да. Ну а вообще, как часто люди покупают и дарят цветы просто так? Ну, в честь, к примеру, первого снега. И какие в вашей практике были самые необычные, запоминающиеся заказы? Вообще, есть такие люди, которые дарят цветы без повода. Вообще, букет цветов способен вызвать кучу положительных эмоций, создать такое веяние праздника. Я думаю, что радовать близких нужно и любимых без повода, ведь такой букет подарит больше положительных эмоций. Необычные заказы были. В преддверии 23 февраля заказали цветочную композицию в виде самолета. Это очень кропотливая работа, мы постарались ее воплотить. Я думаю, что это было очень необычно и ценно, да. Да, здорово, слушай, какая-то женщина, девушка взяла, заморочилась на тему подарка для мужчины, и не просто какого-то банального как раз, а чем... Ромашки. А что, в воде и в стакане? Я почему-то продюсер и подумала именно ромашечки. Но всегда ли цветы – это приятный сюрприз? Ведь зачастую, ну, чаще, наверное, свойственны мужчинам, которые полагают, что это совершенно пустая и бесполезная трата денег. Вы знаете, такие мужчины есть, и они будут. Они неисправимы. Они неисправимы, я думаю, что как бы это их выбор. Но все же хотела бы призвать таких мужчин, радовать своих любимых без повода, просто так. Ведь получить в подарок букет цветов – это всегда приятно. Это как получить комплимент. Вот знаете, иногда действительно ты вроде бы и понимаешь, что ничего прямо вот великого и ценного нет в том, чтобы подарили тебе букеты или нет. Но тем не менее, периодически, когда их не дарят, ты начинаешь задумываться. Угу, что-то давно не было букетика, да, или хотя бы даже какого-то минимального. Да вообще, действительно, наверное, не нужно стараться избегать подобного рода сюрпризов. Ведь женщина сама как цветок, и она распускается подобно ему. И если ее постоянно удивлять и радовать, то она также будет благоухать и радовать своего мужчину в ответ. Вам большое спасибо, что сегодня к нам присоединились, поделились мыслями. Ну и мы надеемся, все-таки некоторых вдохновили на приятные сюрпризы без повода. Вот почему сегодня не взять и не сделать просто так подарок, презент или какой-то сюрприз своей второй половинки. Как мужчин, так и женщин это касается. Да, это однозначно знак сегодняшнего утра, поэтому воспользуйтесь им и сделайте какой-то хотя бы небольшой сюрприз. Но мы напоминаем о том, что в студии у нас сегодня была Анастасия Никулина, флорист. Спасибо, Настя. Спасибо. За такую информацию, ценную, полезную. Желаю вам хорошего дня. Ну а с вами, дорогие друзья, не прощаемся. У нас на очереди рубрика по интересам. Спасибо.